Для меня это память. Я здесь 40 лет эту память охранял. Обида, сожаление и даже отчаяние – это то, что сейчас чувствует Борис Туманов. Не уберегли главную достопримечательность Красного Ключа. Правда, с таким отношением к культурному наследию пожара в усадьбе рано или поздно должен был произойти, говорит мужчина. И каждый день вот такая шелупонь. Каждый день. Гонял я их тут, выгонял. Все равно. Администрация изменила изображение. Огонь нанес серьезный ущерб. В здании обрушилась часть кровли, пострадали внутренние помещения. Если бы не действия пожарных, последствия могли быть еще более плачевными. В 2018 году усадьба Стахеевых попала в программу культурного наследия МИРАС. Вчерашний пожар вызвал большой резонанс. Сегодня утром в Нижнеканск прибыла комиссия Комитета Республики Тарстан по охране культурного наследия. После осмотра сгоревшего здания в исполкоме города прошло рабочее совещание. Сейчас главная задача определить техническое состояние здания. Можно сказать с уверенностью, что в ближайшее время реконструкции не будет. А ведь до пожара она была вполне осуществима. Были выделены средства на проектные работы для дальнейшего сохранения объекта культурного наследия. Работы были практически на стадии завершения. К сожалению, этот случай практически возвращает на нас уже начальное положение. Усадьба Стахеевых находится под охраной государства уже больше 20 лет. Сейчас объект в муниципальной собственности. После пожара свою проверку начала прокуратура. Ранее прокуратурой города исполнительному комитету района неоднократно указывалось на необходимость проведения ремонтно-реставрационных работ. В мае текущего года в адрес исполкома района внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое находится на рассмотрении. В настоящее время прокуратурой города продолжается проверка по данному факту. Основная версия произошедшего – поджог. Следствие по делу продолжается. Александр Халин, Булат Абдульманов, Новости НТР.